Все внимание сейчас снова сосредоточено на федеральной трассе М-10. Несмотря на сообщение о ликвидации гигантской пробки, растянувшейся на сотни километров и трое суток, на дороге опять заторы. По словам водителей, которым пока так и не удалось добраться до пунктов назначения, тяжелее всего сейчас в районе Вышнего Волочка и Торжка. Мы связались по телефону с одним из дальнобойщиков. Он тоже застрял между Петербургом и Москвой. Пробка больше 50 километров. Больше. Километров может даже 80. Больше. Может даже больше 80. Дорожные службы так бывает. Иногда проезжает машина. Но чтобы там совсем прям работали. Машины стоят в два ряда. Бывают продвижки, но небольшие. Там с километра проедут и опять стоят. Может меньше километра. По-разному. Но в основном мы проезжали, ребята говорили, что стоят уже три часа без движения. Потом, конечно, продвигались маленько. Потом опять стоят. Мы выехали с Питера в пятницу, получается. И сегодня я только прошел Тверскую область. А вот те, кто пробираются в сторону Питера, я не знаю даже, когда они еще смогут все это пройти. А ведь только днем в ГИБДД сообщили, что автомобили наконец-то тронулись с места после трехдневных снежных пыток. Все это время в заложниках, обрушившихся на Тверскую и Новгородскую области снегопадов, находились тысячи водителей. Почему чрезвычайные службы оказались не готовы к ситуации, выясняют сейчас в правительстве. Глава МЧС России Владимир Пучков уже раскритиковал работу дорожных служб. Как выяснила Екатерина Иванова, поиск виновных в ледяном коллапсе ведет к теплым кабинетам. Спустя трое суток измученные водители фур наконец поехали. Трасса М-10 начала оживать. Без сна, еды и воды дальнобойщики оказались буквально заблокированы на заснеженной дороге. Спасаясь от холода, пришлось сжечь немало топлива. У кого-то сели аккумуляторы. Многие уже и не верили, что все-таки тронуться с места. За эту ночь я прошел где-то 300 километров. Обычно это занимается. Три часа менее. Ночью рассасываются, днем собираются опять. Машин много, движений больше. Ситуация на трассе России действительно была катастрофической. Глава МЧС Владимир Пучков накануне лично убедился в этом с вертолета. Разбор полетов отложили на утро понедельника. И началось оно совсем не с добрых новостей. Министр раскритиковал работу местных чиновников. И напомнил, все руководители должны работать на трассе, а не в теплых кабинетах. У нас были проблемы со стороны дорожных служб, со стороны организации движения на магистрали. Были проблемы у нас с обеспечением водителей продуктов питания, водой, необходимой медицинской поддержки. Телевидению с гордостью показывали теплые палатки и полевую кухню в районе Валдая. Автомобилисты за помощь были крайне признательны. Но тут же вспоминали товарищи, с которыми связывались по рации. 10, а то и 15 километров по снегу за тарелкой каши не пойдешь. Ребята по трассе говорят по рации, что кухня только одна, больше никаких кухонь нет. Вот здесь вот одна только. Здесь на Валдае больше нигде нет ничего. Дальше либо лес, либо сельские магазинчики, которые хоть и находятся в деревнях, но законы рынка им хорошо знакомы. Цены на самый ходовой товар, консервы, воду и сигареты взвинтили в 2-3 раза. Почему такие пробки организовались? Ну неужели это стихия снега? Смотрите, дорога уже сухая. Я не пойму, почему. Проблема вообще. Откуда взялся этот гигантский затор, пытались выяснить и в Москве. Оказалось, коммунальщиков в Твери снегопад застал врасплох. Въезд в город для большегрузов закрыли. И пробка начала расти, как снежный ком. Встали в вышнем волочке, в торжке. Если техника на подъеме встала, мы знаем опасные участки. Неужели там трудно поставить специализированные тягачи? Почему пожарные автомобили вытаскивали застрявшие грузовики? Разве это правильно? В итоге пробка растянулась почти на 200 километров. 10 тысяч автомобилистов оказались заложниками то ли непогоды, то ли нерасторопности коммунальных служб. Рейсовым автобусам и легковым автомобилям еще повезло. Их вызволяли сотрудники ГИБДД. Кто-то потом даже хвастался, когда еще выпадет случай проехаться с мигалками по встречке. А вот хозяева грузов начинают подсчитывать убытки. Водители уже потеряли четверть зарплаты. Возможность задержки того же, но их оформление принесут какие-то убытки. То есть этот ущерб всем, все цепи транспортной работы или транспортного узла, он очевиден. И я думаю, что на круг можно брать большие миллионы, если брать только международные перевозки. Кто ответит за коллапс на одной из главных трасс страны, непонятно. ГИБДД Тверской области уже возбудило 10 административных дел в отношении организации, которая обслуживала дорогу в местах затора. А погода между тем готовит новые сюрпризы. Снег, дождь и гололед. Синоптики не насти предсказали взоранее. Но, как показывает практика, коммунальщики им почему-то не верят. Екатерина Иванова, Светлана Шишкина, Мария Гордеева, 5 канал.